всех приветствую дорогие зрители канала герчики ком с вами виктория сепчук тема данного видео будет о том как выбрать свой стиль торговли давайте начнем с определения что такое стиль торговли и какие не было стиль торговли это первое это сценарий который вы торгуете и второе это временно промежуток который вы себе можете позволить да это зависимость от обстоятельств от вашего свободного времени либо от вашего психотипа промежуток времени что я имею ввиду эта торговля внутри дня либо торговля среди срок и более внутридневная торговля она рассчитана на то что трейдер забирает прибыль сегодня да здесь сейчас там в течение нескольких минут часов то есть не переносит сделку на следующий день в средний срок то есть те торговля которая позволяет трейдер позволяет себе перенести а сделку на несколько дней а то и недели там месяцев и так далее долго срок то другую да особенно те трейдеры держит достаточно долго сделку но опять же чтобы держать сделку просто так и одержать нельзя на этом на это должны быть основания как технически да если мы изучаем технический анализ также и фундаментально особенно если вы торгуете акции то есть какая-то база должна быть подкрепленная фундаментальная техническая не просто так потому что принципе среднесрочная торговля она такая достаточно скажем так по форексу более сложно те кто торгует форекс потому что валюта она более рейнджевая и достаточно долго находится в каком-то широком диапазоне если мы сейчас возьмем какой-нибудь месячный или недельный график по какой-либо валютной паре нежели чем акция акция она в долгосрок может идти по кому либо тренду либо по шортому либо по лонгу поэтому если вы торгуете средний срок я рекомендую вам все-таки обратить сначала внимание на рынок акций только потом уже рассматривать другие рынки если вы торгуете внутри дня внутри дня можно очень хорошо выбирать такие рынки как форекс подходит крипта до акция тоже подходит для внутри дня акции кстати тоже в принципе они тоже достаточно все внутри дневные на открытие рынка да если есть объем если точку хода дают вы сегодня также за несколько часов прибыль забираете это что касаемо внутри дня но для среднесрока акции немножко конечно другой другой подход вы на выждете больше дачи в обычно три дня там особо ждать ничего не надо полчаса если мы сейчас говорим про рынок акций достаточно полчаса там первую часу посмотрели если ваша да если точку хода дают значит вы заходите а что касаемо сценариев да по стилю торговли по стилю торговли а бывают на сценарии это ложный пробой отбой и пробой а кому подходит и скажу сразу кому подходит отбой отбой подходит таким спокойным личностям что значит спокойным которые не хотят что там много забирать с рынка они хотят здесь и сейчас они хотят забрать под столичка быстро да и не хотят особо много тратить время в принципе на анализ графиков там на трейдинг в принципе да очень там достаточно много времени этому делу отдавать я не говорю что что при обучении вы также не даете много времени даже если вы изучаете один сценарий отбой нет речь сейчас не об этом речь о том что когда вы уже пришли к своему к своему так сказать типу торговли да что касаемо отбоя значит вы в этом сценарии уже применяете практику более скажем так подход более спокойным нежели чем на других сценариях что касаемо ложного пробоя пробой самый сложный из сценариев потому что там нужно ждать импульса нужно ждать подхода к уровню нужно ждать определенного закрытия пробоя плохой тем у кого так скажем больше свободного времени а те кто умеют ждать да которые не торопятся умеют ждать импульса умеют ждать закрытие ложный пробой примерно такая же схема но полегче ложным пробоем может дать вам точку входа могут дать сразу на ложный пробой могут сначала уровень пропилить хорошенько по нему походить только потом пойти то есть тоже вот это ожидание когда борьба на уровне пройдет когда вы увидите на графике на уровне до одну победу одного из игроков только тогда вы можете заходить то есть отбой более такой спокойный отбом здесь и сейчас вам дают отбой сейчас вам дают касание он дают просто закрытие бар от уровня вы заходите поэтому прежде чем вообще прийти какому-либо сценарию до кому-то стилю торговли в первую очередь что вы делаете вы сначала торгуете все подряд это я всегда всем говорю тем кто учится ученикам то что нужно для начала чтобы понять себя чтобы понять свой стиль торговли нужно поторговать все вот все подряд а все что вы увидите что все что вам кажется что будет так или не так да то есть ваши анализы ваши прогнозы вы должны понять как вы понимаете рынок вы должны понять как вы правильно ли парнозируете, где у вас проблемы, поэтому вы начинаете с торговли, с торговли, в принципе, на всем, на всех сценариях, далее вы выстраиваете статистику, вы смотрите, где у вас проблемы, на каких сценариях вы чаще всего теряете, от каких уровней вы чаще всего теряете, на каких картинках, на каких вот паттернах, возможно, каких-то формаций вы чаще всего теряете, вы просто по статистике уже примерно поймете, где ваши проблемы. Лично у меня была проблема с пробоями, то есть большинство вообще своих депозитов я потеряла именно на пробоях. Не на ЛП, не на отбоях, а на пробоях. Пробои мне всегда тяжело давались, поэтому пробой для меня вот как-то казался вот таким вот очень сложным. Возможно, у вас будет что-то по-другому, возможно, вам отбой не пойдет, а вы его не будете понимать. Поэтому все это делается, оттачивается с вашей статистикой, то есть вы сами уже торгуете все, что вы хотите, все, что вам кажется, все, что вы прогнозируете, и уже методом фильтрации вы уже выбираете, что вам больше подходит. И когда вы понимаете, что у вас более-менее получается ложный пробой, вы начинаете оттачивать ложный пробой. Так, а почему так? При каком ложном пробое именно я захожу? От какого уровня именно я захожу? При каком сценарии, при какой формации, при каком подходе к уровню? На каком таймфрейме я захожу? На каком рынке я торгую? Какие инструменты я беру и так далее? То есть, на самом деле, все это фильтруется от сначала такой общей глобальной информации, общей каких-то всех сценариев и торговли, все подряд, а потом вы приходите к единичным каким-то определенным своим картинкам. И все, что касаемо внутри дня и среди срок, на самом деле, это уже промежуток времени в сделке, на самом деле, уже отходит на второй план. Сначала вы выбираете то, что вам по душе, то, что вам ближе. Вообще, у вас не должно быть дискомфорта. Когда вы заходите в сделку, когда вы анализируете график, когда вы уже начинаете заходить, выстраиваете свою точку входа, видите условия захода, вам не должно быть дискомфортно. Когда вам дискомфортно, вы чего-то боитесь и вам не нравится что-то, либо вы это принимаете за то, что фаза рынка сейчас такая-такая волатильность, и вы с этим соглашаетесь, значит, так, хорошо, возможно, будет сейчас убыток, но ничего, я там перезайду, я дальше буду смотреть. Либо это другое дело. Или когда вам, в принципе, вам дискомфортно всегда. Вот вы заходите, вам вот что-то не нравится, вы что-то боитесь, что-то здесь не так. Работайте с этим, работайте либо со своими эмоциями, которые лишние вам не нужны, либо с тем, что вы реально действительно не понимаете чего-то, и вам нужно это доработать, вам нужно это докрутить, эту систему, которую вы не понимаете. Поэтому всё зависит от вас, всё зависит от вас и от вашего времени. Потому что стиль торговли, он приходит не сразу. Вам кажется, что вы вот ложный пробой, вы понимаете, вы начинаете торговать, а оказывается, у вас проблемы с ложными пробоями. То есть, на самом деле, тут уже дело времени. Вы начинаете рисовать картинки. Очень хорошо, кстати, помогает, когда вы начинаете рисовать картинки, вот вы поторговали какое-то время, вы закрыли, ну, там, монитор, да, всё, закрыли рынок, и вы начинаете рисовать картинки, вот в голове, которые вам комфортны. Всё, вы их рисуете. Вот как вы себе представляете идеальную сделку? У вас всегда должна быть картинка перед вами, какая идеальная сделка какая на вот ложный пробой какой он должен быть вот идеально вот какой вы себе рисуйте вот не вот так комфортно если я одну зайду не будет в атаку форма если 100 плюс вот сюда поставлю мне будет вот так вот вы себе вот так себя должны как бы программировать на вот такие вот действия и когда вы это все себе пропишите в голове данная рисуйте на бумаге вы открываете рынок вам будет проще вы начните понимать так здесь это не то ли станет дальше так, вот здесь вот то, что вот надо, хорошо, а вот могу я вот при таком сценарии, вы начинаете, возможно, что-то добавлять, все равно ваша картинка идеальна, она как бы адаптируется, либо рынок, да, рынок под нее адаптируется, да, если вы увидите какую-то такую гибкую ситуацию, как бы похожую на вашу, но не критичную, ну, допустим, там ложный пробой не двумя барами, одним баром, там, или ложный пробой, там, либо не ложный пробой с ложным ЛП, там, энным количеством, то есть здесь не суть, да, какой он там ложный пробой, суть в том, что вы, вам нравится сам, можно пробой, вы понимаете характер цены, вы понимаете поведение инструмента на уровне, вот что самое главное, понимать поведение цены на уровне, да, почему, вот почему он, вот этот инструмент, который вы сейчас хотите взять, он должен пойти в лоб, почему, или должен пойти в шорт, вы себе должны это объяснить, когда вы себе эти все моменты объясните, пропишите, вам уже легче будет торговать, и на самом деле все само собой отсеется, На самом деле, что очень хорошо учит, это потеря денег, возможно, потеря депозитов всего, возможно, часть депозита. Когда вы теряете деньги, вы начинаете лучше учиться. Знаю по себе, когда я достаточно сливала много денег, я каждый раз брала себя опять, так сказать, в руки и постоянно училась, постоянно что-то штудировала, постоянно что-то делала, то есть работала над ошибками. Мне приходилось всё делать, а иначе у меня бы не было бы того состояния, в котором я сейчас нахожусь, то есть мне, в принципе, уже ничего не нужно, у меня есть система, у меня есть рассчитано всё от и до, мне, в принципе, уже лишние только эмоции, которые иногда не могут подключиться, возможно, из-за новостей, когда сильная новостная динамика давит на рынок, когда фундаментальный фон очень сильный, и иногда я что-то не понимаю, иногда мне надо резко переключиться и понять, так, рынок сейчас не такой, рынок сейчас не пойдёт в эту сторону, да, в принципе, потому что у нас же идёт связка, ту же валюту взять или акции, когда какой-то инструмент идёт по новостям, я понимаю, что у меня сразу устраивается корреляция по другим инструментам, и когда всё вмиг ломается, мне приходится полностью перестраиваться на другой сценарий. Но это уже отдельная тема, это называется гибкость в трейдинге, да, она со временем приходит, и те эмоции, которые мы испытываем, они также во время сделок, в принципе, во время сделок не должно быть эмоций. Вот я говорю, эмоции могут быть там в период новостей, особенно те, кто торгует акции, особенно инвесторы, да, кто инвестирует, да, они могут иногда, может быть, какие-то эмоции проявить, не более, не более. При технике, при стопах, при тейках, при заходе у вас не должно быть никаких эмоций, вы должны себе это уже всё прописать и знать, когда вы получите стоп, почему вы получите стоп, могу ли я этот стоп отбить, могу ли я перезайти и так далее. В принципе, всё, всё, что я хотела вам сказать. Всем спасибо за внимание, те, кто посмотрел этот ролик, если вам видео понравилось, ставьте лайк, это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчико, кто ещё не подписан. И всем, конечно же, успешного обучения, успешной торговли. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok